Манежная площадь Радикалы вели себя нагло, бездушно, избывая ни в чем не повинных людей. И сегодня за этим круглым столом собрались небезразличные люди к тому, что происходит у нас в стране. Попытки наших недругов, я называю недругов, которые малейший промах нашей политики и нашего государства, блестящий использовать с применением возможностей нашей молодежи. Я категорически не согласен с формулировкой некоторой, которую дают молодежи. Это абсолютно несправедливо. Я хочу им, что они не на этой стороне, не на стороне закона и творят беззаконие. Это виноваты не они, мы виноваты. Мы старшие поколения, мы те, которые находятся в области. Мы виноваты. Мы не оказались первыми тогда, когда нужна была помощь. Мы не смогли заменить те институты, которые в советское время. Это октябряка, пионерия, комсомол. Вместо того, что виноваты чиновники, конкретные люди, им говорят, а виноваты, вот понаехали чурки здесь. Вот они виноваты. Они у вас забирают. Они насилуют, они совершают преступление. Они. И у нас, значит, деление наше и не наше. Мы знаем историю Китая, Кореи, еще кого-то. Мы проводим целый год Дни культуры, там какие-то другие государства. Мы у нас в своей стране не знаем истории ни одного народа. Ни одного народа мы не знаем. Мы даже на йоту не знаем. Вот я чеченец, там представители других народов. Они на 50-60-70% русские, потому что говорят по-русски, в семье по-русски, думают, пишут и так далее. Прекрасно знают историю и на российской культуре выросли. На российском получили возможность общения на великом русском языке. А что вы знаете, что молодежь знает о чеченцах, дагестанцах, аварцах, казахах, татарах и так далее? Я, коллеги, хочу сказать, возможно, кому-то не понравятся некоторые вещи. Первое. Сегодня в крупных городах России приехало огромное количество работников, в том числе со Средней Азии, из Кавказа и так далее. Они приехали, потому что там, в себя, в регионах не всегда могут найти работу. А наши, москвичи, за эти деньги на этих работах работать не хотят. Раз. Раз. Второе. У нас события вот этого предыдущего кризиса, ведь показали очень многие процессы. И наступил момент, когда многие из этих людей, особенно со Средней Азии, которые приехали, они просто физически не могут приехать. Им надо питаться. Они вынуждены. Об этом сегодня мало кто говорит. Сколько совершено правонарушений, такого грабеж, хулиганства, отняли телефон, отняли деньги и так далее. Это второе. Третье. Есть еще одна проблема. Она очень серьезная. О ней тоже мало кто говорит. Коллеги, вот мы очень много что делаем правильного, по сути. И опять же, Аслаханов абсолютно четко сказал. Мы сделали, мы завели, мы создали. У нас идеальные законы. Только у нас отношение к ним и наше исполнение. Но это просто в высшей степени некорректное и нетолерантное. И смотрите, сегодня я опять же говорю по поводу того, сколько у меня было разного разговора. У нас сегодня в многие вузы с Кавказа приехало людей с отличными дипломами, которыми такими отличными дипломами не являются. Они находятся сегодня в вузах. Они не хотят учиться. Они по-своему отдельные. Там есть очень много умных, талантливых и очень сильных людей. Но вот эти умные, талантливые и сильные люди, которые приехали из Кавказа и хотят получить в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, Екатеринбурге, в Владивостоке хорошее получить образование, они порой подвержены вот этому менталитету. И опять, мы не рассматриваем проблематику в комплексе. И самое главное, над ней не работаем, над этой проблематикой. И когда они приходят и начинают себя вести вызывающе, то рано или поздно возникают конфликты. Притом конфликты, которые возникают между междунациональными, так сказать, группами молодежными, не в обиду опять будет сказано русским, белорусам, украинцам и так далее. Эти ребята более сплоченнее. Они с другой исторической ментальностью. Они порой более физически подготовленнее и так далее. Они с большей высокой степенью ответственности за свои дела. И зачастую есть такие представители. Это молодежь, это сложная вещь. Есть такие люди, которые на этом спекулируют. И порой очень порядочных людей втягивают в эти процессы. А дальше получается обратная реакция. Она была спланирована и организована. Я человек, который возглавляет несколько общественных организаций, притом очень сильных. Я понимаю, что такое сегодня организовать 5000 человек. Это сложнейший вопрос. Второй момент. Какова была реакция правоохранительных органов на это? И почему сегодня возбуждены уголовные дела по хулиганству, а не по разжиганию национальной розни? Я сегодня ехал в машине. Ехал в машине. И шли обсуждения по нашим ведущим каналам радио и так далее, связанные с этими всеми вопросами. И выступал один представитель уголовного розыска. Парень, провидан майор, который уже имеет некое звание, потому что по голосу чувствуется опыт и так далее. И он говорит, пока мы будем это приглаживать, и никогда не будем разбираться по-серьезному, и не будем давать серьезные сроки, независимо от национальности. Вот именно за межнациональные конфликты мы порядок не наведем. Второй момент. Это формирование среди людей, гражданских институтов, необходимой толерантности межнациональной. Проведение соответствующих моментов. Поэтому, Николай Аркадьевич, я понимаю, что сегодня вы должны многие выступить и сказать по этому поводу. Я хочу, чтобы вы понимали, мы сегодня начинаем это обсуждение с последующим получением, Александр Игоревич, некой декларацией с необходимостью и возможностью создания подобных обсуждений на всех наших региональных отделениях. С серьезным обсуждением всех наших региональных отделений. Мы должны понимать, что сегодня молодежью и проблемой межнациональных отношений надо заниматься. Ну и последнее, опять же, я согласен со Слахановым. Вопросы с созданием Министерства по делам национальности для России, это вопрос один из важнейших. Один из важнейших. Потому что, потеряв вот эти межнациональные вопросы, мы можем потерять очень серьезные в экономике. Межнациональные вопросы стоят в первом ряду в вопросах национальной безопасности нашей страны. Сегодня попытка расшатать эту лестницу может привести к плачевным результатам. Я об этом абсолютно четко говорю. Я сама педагог по образованию. Раньше воспитание, любви, дружба начиналось с детского сада, когда детям читали сказки народов СССР. Где сейчас сказки народов России? Есть ли они хоть в одной программе детского сада? Есть ли они в программе средней школы, высшего образования? К сожалению, нет. Если же мы говорим про формирование поведения, передачи плохо. Но что делает реклама? Пропагандируют товары, люкс-класса, предназначенные для людей с определенным уровнем достатка, которых в обществе никогда не бывает больше 10%. Тем самым она побуждает молодого человека, во-первых, хотеть то, что он никогда не сможет купить, потому что это нереально, нужно прожить 100 лет для того, чтобы работая на нормальной работе, не беря взяток, никого не грабя, достичь такого уровня. И что у него в душе рождается? А я хочу, значит я должен у кого-то отнять. И об этом тоже я не слышала ни одной дискуссии в обществе. О том, что поведенческую модель у нас формирует реклама через спрос, побуждая людей совершать те или иные правонарушения. Теперь о другом. Что же нужно делать? Безусловно, нужна поддержка всех проектов, которые направлены на просвещение и знакомство с другой культурой. Чего бы это ни касалось. Костюмов, кухни, законов гостеприимства, подвигов наших народов. Потому как те же самые СМИ, мальчик на подводной лодке, корабль спас из Бурятии. Раньше бы статьи, откуда знают про Александра Матросова, потому что журналисты про это написали. Откуда знают про Зоя Космодемьянского, потому что журналисты это написали. И таких героев пресса может создавать сама, потому что их не нужно. Это все происходит в наше время. И показывать самые лучшие образцы культуры, духа, высоты духа человека нужно. И это мы можем сделать все вместе. С чиновниками, которые допустили промашки, надо разбираться. И делать это на совершенно нормальных законных основаниях. Тем, кто допустил это, с ними нужно разбираться. И общество должно разобраться. Но ни в коем случае в эти разборки не надо впутывать наших детей. Пусть им 20 лет, 25 или даже 30, они все равно дети, раз они позволяют себя втянуть. Тем, кто преследует какие-то другие цели. И я очень хочу, чтобы мой горячий призыв услышал каждый родитель нашей страны. Только тогда и только так мы сможем остановить этот беспредел.